Сегодня состоялось 9 заседание законодательного собрания Ульяновской области 6 созыва. Основным вопросом в повестке дня стали поправки в закон главного финансового документа региона. Напомним, доходы областной казны увеличились на 7 миллиардов. Деньги пришли из федерального центра. Больше 1 миллиарда 700 миллионов рублей из этих поступлений в 2019 году направят на развитие культуры Ульяновской области. Львиная доля, а это больше полутора миллиардов, пойдут на реконструкцию Ленинского мемориала. Апгрейд памятника истории культуры архитектуры приурочен к его 50-летнему юбилею и 150-летию со дня рождения Владимира Ильича Ленина. Это не только вопросы, связанные с реконструкцией и реставрацией нашего здания, но и вопросы, связанные с созданием новой экспозиции в конечном итоге. Это и создание совершенно новых экспозиций, которые бы соответствовали самым современным требованиям. 16 миллионов 400 тысяч рублей федеральных средств направят на ремонт Ульяновского театра кукол. Еще один объект культурного наследия капитально ремонтировали с начала 2000-х. Деньги заложены на реконструкцию исторической части здания. Восстановление фундамента, замена кровли и ремонт – первый этап реконструкции. Второй этап реконструкции предполагается так называемый новострой, то есть здание, которое было пристроено к историческому зданию в 2000-м году. Ну и дальше наши мечты безграничны, конечно. Но вот эти два этапа, которые мы очень хотим пройти, и до 2021 года театр предстанет в новом, совершенно свежем, скажем так, виде. Профинансируют за счет дополнительных ассигнований спортивную отрасль региона. На нужды физкультуры и спорта заложены 87,5 миллионов рублей. Так, в этом году почти на 12 миллионов закупят специнвентарь для школы Олимпийского резерва по легкой атлетике, биатлонам и футболу. В течение 2019 года будут достроены несколько спортивных сооружений. Это в Мелькесском районе, в Вишкаймском районе, в Большом Нагаткино, стадион там и так далее. Обсуждению поправок бюджет предшествовал очередной красный всплеск эмоций. Представители фракции КПРФ вновь взялись за старое и демонстративно перед началом обсуждения повестки вывесили на трибуне плакат с компрометирующим лозунгом. На заседании также присутствовал депутат Государственной Думы Алексей Куриный. Слуга народа хотел вне очереди взять слово и выступить с претензиями к губернатору. Правда, просьбу отклонили. Поэтому Алексей Владимирович предпочел обидеться на коллег и уйти с заседания, вместо того, чтобы заниматься вопросами избирателей. Ульяновской правды.